здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о музыке вот есть у нас такое распределение почему-то начинается с музыки 60-х ну возможно это связано с великой отечественной войной потому что мне до этого было хотя есть такое понятие военные песни ну а уже такая популярная развлекательная музыка она начинается музыка 60-х 70-х совершенным особняком стоит 80 она наверное это связано с тем что поколение 80-х довольно долго принимала решение потом приходит поколение 90-х уже двухтысячных а там уже получается будет уже в общем-то 20-х вот а музыки и творчестве и о своем собственном творчестве мы будем говорить сегодня с певцом андреем тимофеевым здравствуйте андрей газа но во первых давайте начнем с того что вы люберецкий парень то а это же такая музыкальная мекка люберцы этой территория спорта и музыкальная меккой все что угодно вы здесь как появились на свет или устроились жить как у вас биография с люберцами родился я в санкт-петербурге то можно сказать даже в городе ленинграде потом стал уже санкт-петербург большое количество времени провел в петербурге но творчество начал именно сбежали из петербурга сбежал в москву на самом деле здесь вся движуха так и с простыми словами сказать в москве все концерты то есть романтика там культурная страна столица до поехать расслабиться но движуха тут да там в петербурге как бы меня знают как артиста но эти мероприятия уже не тот уровень по крайней мере вот я сначала когда начинал свою музыкальную карьеру мы пели по клубам по дк петербурга ну вот все организационные большие площадки вот у меня же есть концертный директор все из москвы билеты по россии все из москвы а в фильм куда-нибудь поехать из из москвы из москвы я уже должно написано г точка москва тогда райдере в райдере прописано что артист выезжает из города москвы тяжело было сначала брать с петербурга до москвы у нас 80 процентов перелеты все из москвы а то есть это даже такой технологический был подход проще да здесь есть очень много мероприятий которые например могут позвонить сказать через полтора-два дня нужно уже выступить а билеты бывает с петербурга до москвы не так уж и часто они как бы и есть с москвы проще ну да ну там обещают нам скоро построить очередную трассу что скоро будем там просто пешком проходите какую-нибудь капсулу и ты уже в питере но скучаете по городу часто бываешь а потому литер два раза в месяц до приезжая к родственникам до два раза в месяц я мама по я тоже часто бываю в питере я не знаю у меня тоже как бы такая моя семейная история оттуда идет и я туда приезжает для меня как хорошем смысле слова жизнь немножечко останавливается вот но это туристический все равно визита для вас это родной город а вот люберцы это стало уже местом жительства сейчас мы грубо говоря с девушкой переехали в люберцы получается выбирали тоже квартиру москве мы снимаем то есть мы не купили пока недвижимость здесь но вот мы сейчас не спорим постоянным рассматриваем либо будем покупать дом именно в москве либо покупать именно дом не квартиру а мне квартиру и в москве да мы творим у чеку нужен дом чтобы вышел на крыльцо прошел зато это мешает соседи посетка а гитарами с гитарой с гитарой запись все время ну это основная работа изначально это было хобби любимое хобби то есть у меня были другие работы совершенно вообще с чего все начиналось кем вы должны были быть счет морячем моря я да по специальности моряк матросы рулевой моторист а потом получил диплом техника судоводителя меня папа тоже моряк у меня вообще семья все заставили или вы так как оставили паспорт забрали сказали что вернут когда ду что нет конечно я действительно полностью поддержал отца я пошел морское училище много чему-то научился после этого проработала на теплоходах то есть это кем работали вот по специальности работали тори студа выше я уже не прыгнуто надо было высшее образование именно по специальности я бы работал на теплоходах вот эта река него вот это разводные мосты финский залив потом для вас разводные мосты это уже эта работа вот эта работа и после этого уже грубо говоря папа у меня хорошо играл на гитаре постоянно учил меня играть на гитаре показан какие-то аккорды помню чего жжны до блатные свитера цоя все началось то есть я его изучил а потом до звезда по имени солнца я его выучил знал эти аккорда потом просто уже на другие песни более там шатунова там державина ну да вот эти сравнивать конечно цоя шатунова они жили в одно время до города именно корма курс я подбирал просто у меня в голос высокий немножко и в том плане что свой пил все таки низко а по тональности петь повыше нужно как бы подбирать на гитаре уже другой тональность я ее не знал как-то больше подходила и снова седая папа наоборот подходил именно у него любимые песни это были он фанат был машины времени макаревича вот он прямо вот эти машина времени у него прямо топ он играл на гитаре машину также времени и в основном то есть он показывал просто аккорды и пел песни армейские песни очень много любое что-нибудь да 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 8 марта евгений у осин он пел я после этого просто начал немножко привыкать гитаре то есть у него у папы вообще вот у вас в роду были какие-то музыканты или что-то связано никого не было то есть это вот такое было увлечение у папа гитара сссеровская акустическая хорошая гитара была сейчас уже таких нет но по звуку для меня по крайней мере шестиструнка естественно шестиструнка да я играл на гитаре папа учил и просто это было как хобби поиграть на гитаре потом я мечтал играть на синтезаторе но тогда не то время было чтобы купить синтезатор то есть это какие еще было время перехода и было такое слово ионика синтезатору и вот я как сейчас помню это примерно конец 80-х годов когда вдруг появились вот эти ну условно гряди шоу вот в каждой песне это так как учетом шатунов дала и все это и все и аллегрова и алла борисовна все начали использовать эти звуки так такая ритмику это выдавала гитара как то что ушла в рок-н-ролл дата она еще время да да ну сейчас такой вот если гитару добавляешь на какую-то аранжировку это становится интересно для многих людей но это уходит фрок хорошо дальше значит вы как просто закончили с мотористом и пошли петь в клуб что или нет закончил морской колледж это работал большое количество времени потом устроился в такую программу она не знаю связано с каналом тнт это битва экстрасенсов я поработал там большое количество времени кем работали я работал в администрации этого проекта вы знаете всю правду подписывайтесь на как тимофеева конечно все это знаю все полностью интересная программа на самом деле она до сих пор до сих пор будет рейтинге вот после этого я ушел с этой программы там случилось у меня небольшое дтп такое я после этого закончил с именно этой программой и просто решил петь для себя не для продажи а почему то есть вы почувствовали именно вы решили может кто-то подсказывает а здесь не было работы была гитара играл на гитаре сочинял какие-то песни и так сказать отдавал то песни другим людям вот это вот важный такой момент потому что люди которые играют я тоже играл на гитаре на тех же блатных от кордах но видите я не пою говорю хотя могу попеет с удовольствием но а у вас появилось все желание и песни вы когда начали сочинять вот давно еще маленький я примерно по я примерно сочинял письмо это происходило для чего про самую зерой любовь были какие-то первые отношения потом вторые были разочарования боль у моя формула хита я даже пропевал это в песне это боль предательство измена это та формула которой можно выдать реальный хит я считаю что вообще если песня куплено другим человеком кто-то ее артист его исполняет в ней нет души финансы не больше а если ты песню пишешь сам то ты через эту песню сам эту песню переживаешь поешь ее и для чего для того чтобы слушатель не просто послушал там потанцевал под эту песню а чтобы он свою жизненную историю вакуру именно в эту песню и нашел в этой песне себя изначально это становится у нас 95 процентов по моей статистике это все мужчины которые потеряли своих женщин возможно за измены возможно их предали но у меня 95 процентов дать сказать что женщины считают наоборот 90 у меня мужская аудитория практически я понимаю да но вот вы интересную вещь сказали то есть это вас наверное говорит еще что автор должен петь свои песни но когда вы почувствовали что вот вы говорите я решил петь наверное было же подготовлены то есть репертуар какой-то него ничего ничего не поверите на самом деле просто были свои наброски которые до сих пор сейчас еще не я их не записал потому что я понимал что это был такой для меня школьный уровень но я уже пел про любовь я пытался копировать каких-то артистов но тогда я был помешан на творчестве юра штанова ласкового мая вот такая была удачная версия как бы модель на которой можно было пробировать много да и пел я высоко у меня был бокал как у шатунова похоже салу какого когда ты поешь точно так как другой ведь он уже есть есть да но тогда я не это для себя а то есть я пел для себя похожим голосом что то что да а потом когда я начал уже попытался все это узнал что с музыки можно зарабатывать что можно давать концерты можно сделать проект я подумал какой сделать проект рэп там на каждом шагу конкуренция граб огромная просто но нереально вписаться туда современный поп чарты все это полно конкуренция огромна там либо деньги либо ты не нужен таких миллионов же можно одну песенка то проскочит а потом да я подумал что нужно сделать тот проект которого нет еще в российской федерации не существует то есть я подумал что нужно возвращать 90 и не только так а фитовать неизвестному артисту именно со звездами 90 все мне сначала знакомые друзья тоже сказали что это нереально но кто ты а кто артиста 90 козлов новая ностальгия я бы сказал да я начал писать песни и обратился к директору группы оксана ковалевской краски группы предложил песню он согласился сказал прикольный проект все мы с оксана ковалевской записали совместный трек называется дура он прикольный трек получился его забрали на авторадио и он начал крутиться именно немножко начала подниматься я начал предлагать дальше фиты естественно не все артисты соглашались началом потом записал трек с группой 140 ударов в минуту причем не один и новогодний проект записали и это важно новогодний си и потом работу он хорошо зашел именно на новый год как ни странно сейчас он опять начинает поднимать этот трек вот потом с группой турбомода и я начал работать именно с артистами 90-х мы дополнительно начал делать стиль ласкового мая то есть я познакомился с людьми это сергей кузнецов который царство невестное но очень крутой аранжировщик конечно решили даст мы с ним сделали проект совместные мы успели он называется снежинки тоже новогодние с александр пирс есть такой аранжировщик он с ним тоже работать вместе мы сделали классный крутой проект я с этим проектом обратился к что новое юрия тоже попросил спеть на втором куплете он послушал говорит но это типа моя тема то что делаешь 90-ми это 2000 а вот здесь ты попал 80 можно подумать по поводу этого проекта но также не успел сейчас я его пою сольно один как бы на концерт по крайней мере тут понимать очень важный такой момент когда вы все-таки встретились этими людьми и ну реализовалась мечта не мечта но некий был контакт потому что иногда человек чего-то очень хочет с кем-то встретиться да ну как вообще в жизни а потом происходит какое-то ну разочарование а у вас получилось на это несмотря на то что все печально закончилось точки зрения ухода этих людей для вас это стало своеобразной точкой отчета тоже чем можно сказать так да но они помогли мне очень сильно потому что ну вот так могу сказать правду что вот артисты 90-х мне тоже помогли потому что были какие-то мероприятия концерты дискотеки 90-х всяких меня туда брали в качестве фита то есть мы исполняли например со 140 ударов в минуту группу группа 140 ударов минуту трек зараза мы исполняли естественно со мной потому что я на припевах они на куплетах и потихонечку меня стали в вписывать на афише то есть это легендарная группа 140 ударов минуту и там кто-то непонятно с биноклем посмотреть тимофеев но потихонечку 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 я начал писать песни и давать вот в этих залах где пели легендарные наши топовые группы сольный концерт вот сейчас мы здесь делаем паузу потому что пришло время уже мы рассказали историю появления как из моряка можно превратиться в исполнителя вот если очень захотеть а второй части давайте уже поговорим о вашем непосредственно творчестве напомню что нас андрей тимофеев или просто тимофеев можно до певец который живет в люберцах но работает для всей страны и очень надеется на то что творчество его оценивают не только внутри страны но и далеко за ее пределами потому что как вы сказали вот мы останавливаемся на том моменте где маленькими буквами афит но уже на афише для любого начинающего артиста это очень важно через некоторое время вернемся и продолжим программу открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях сегодня андрей тимофеев певец который волею судеб живет в люберцах но работает естественно в москве потому что задача у него очень простая простая одновременно сложная девяностые развеселые года кстати их называют все лихие как раз для вас в музыкальном плане они то были очень любопытны и вы решили этот тренд превратить в свою профессию почему именно наверняка вам все этот вопрос задают в 90-х для вас просто потому что это ваше время какое-то вы его ощущаете лучше сегодня я вот просто чтобы до сегодня как не включишь попросишь чтоб тебе новинки месяца кто-нибудь прокрутил из звуковых колонок вот на тебе крутит такое ощущение что немножко все люди давно не были у стоматолога и немножко давно не были у человека который занимается он хоть каким-то не становкой голоса и дикции и все это немножечко одинаково только либо женская любая мужская версия и опять же грусть такая сплошная либо я бы тут говорил неожиданно очень много нецензурных сейчас модно по пошла с нецензурной лексикой что довольно трудно тоже заходит мне кажется в общем время сегодня такое что нет материалы вы решили на девяностом это все использую мне материал это есть на самом деле полно материала современного просто опять же подчеркну что конкуренция во первых огромное потому что сейчас у нас каждый второй певец у нас сейчас люди которые снимались кино поют а люди которые поют снимается в кино сейчас такая индустрия пошла и сейчас с друг другом по туда да 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 и сейчас о чем вообще все песни все песни носов песни идут я не знаю я сейчас на телевидении то есть можно ли говорить нельзя но поют всем кроме любви у нас сейчас музыка стала фоновой то есть играет фоновая музыка там я не буду рекламировать никаких артистов и на фоне этой музыки ты чем-то занимаешься то есть она стала фонова всем все равно на слова по барабану а сейчас слова ключевой тренд если это тренд ты в чартах ты популярный у тебя берут автографы ты выступаешь на крупных дискотеках если тренд если он тренд и не залетаешь никуда вот это то что я и говорил что принципе можно что-то мычать с текст уже не да 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 если раньше работал тик ток это вообще было шикарно просто можно было записать какой-то 15 секундный кусочек выложить его в тик ток на тебя сняли там 100 тысяч клипов все ты популярный артист сейчас популярность оценивается чарта vk если ты в чарты vk залетала залетаешь тебя забирают все радио нужно тогда сделать вот вы говорите его слова не важно что надо как-то хорошо прыгать двигаться деньги смотреть вкладывать проект я в свой проект очень много вложил по незнанке когда в был в поиске звук режиссера поиска реклама контакта поиск аранжировщика много чего маркетинг это такая тяжелая фишка что сейчас если бы вернуть все назад вот на 5 на 6 назад не было все немножко проще сейчас я вам не интересно так то теперь можно сказать и да я прошел через такую крылью большую историю для себя и много чего осознал и понял и в музыке 90-х опять подчеркну есть смысл смысл в словах песни то есть человек который там расстался с девушкой может найти мою песню и вместе со мной пережить эту историю хорошо но тут возникает другой вопрос а в музыке 80-х 70-х и 60-х там тоже есть текст но я считаю что музыка 60-х 80-х 60-х 70-х как вы говорите там в основном все работали на инструменты это была классика классику всегда слушали не за слова а за крутое исполнение инструментов до сих пор час в моде на 80-е 90-е когда пел шатунов уже пел о чем-то многие перепевают песни что но не 8 год начал ласкового мажда и самое что интересное сейчас перепевают песню ласкового мая не понимая чем он пел по сути когда встречались с шатуновым мы не встречали они встречались вообще общались да кстати предпоследний по моему концерт был у нас здесь в люберцах у него я кстати планировал у него сходить такая вот бывает так в жизни вы не не задавали ему вопрос конечно в личной беседе было бы проще то есть ведь он стал заложником этого стиля он не мог из него потом уже выйти то есть ему это и не нужно то есть ему было комфортно комфортно в этом стиле он последнее время когда перепел песню про белые розы билана песню да да он сказал в интервью что прошлое должно оставаться прошлым эти карты биты надо стремиться вперед но я считаю что основной его доход и популярность как раз приносила эпоха то что вот он пел свои хиты куда и многие говорили где новые песни где новый период нас есть много таких исполнителей кстати из восьмидесятых не будем их называть мы так договорились которые все лет 20 а некоторые 30 рассказывают о том что вот вот у меня вот сейчас будет новые хиты а вот они работают на том старом материале который есть безусловно те которые все время выдают не могут и наоборот люди приходят на концерт послушать те песни на которых выросли а он берет или она и просто их не поет и они возмущены мы естественно сто процентов этому разные подходы но вернемся к тимофеев что сегодня происходит как выстроена ваша работа вы как-то выбираете что-то конкретно из 90-х плюс ваш непосредственное авторство то что вы говорите текст про что нужно сейчас вот что нужно сейчас людям в текстовом чтобы я например слушая кстати радио которое тоже уже отдает свои бразды правления мы это чувствуем но все равно что меня должно зацепить как слушателя и какой возраст на какой возраст вы рассчитываете ну рассчитывал на другой возраст конечно на младше намного чтобы на младшему поколению от и казать рассчитывал от 18 это факт чтобы 18 19 20 лет слушали и не привыкали к современной индустрии но по мне что сейчас играет на радиостанции я вполне могу составить конкуренцию 90-ми и стилем ласковый май но так вышло что на концерты приходят от 35 и выше и аудитория как раз у меня даже на 80 процентов мужская то что людям нужно боль боль потому что потанцевать там как-то можно между болью под любые другие гасни по танцевалке где нет слов а если погрустить и вот я же у меня чаличка засыпана именно такими словами что вот ты попал ты написал новый трек ты попал в мою историю прямо все как моя история такая все истории одинаково я ее любил она ушла к другому у кого больше денег я больше не нужен это стандартно получается что в тот век когда мы все кстати музыка уже пишется искусственным интеллектом и все ждут с нетерпением оживляжа всех ушедших когда тот же юрий шатунов или тот же майкл джексон будут работать зарабатывать кстати джексон элвис пресли до сих пор деньги зарабатывают они меня не останавливаясь находясь уже на другом свете то есть искусственный интеллект наша технологичность наши возможности они породили нехватку человеческих чувств и людям нужны настоящие реальные эмоции которые вот вы в хорошем смысле слова эксплуатируете своем творчестве верно да на очень много истории написано были именно жизненных грубо говоря у меня есть свадебная тематика песен именно ты такая то же самое что девушка вышла замуж уже свадьба такая вот кстати это и хит у андрея державина который я с него взял пример то есть он даже действительно спел песню что он пришел на свадьбу где его любимого выходит замуж у меня есть такие проекты они действительно людей зацепляют и действительно я пытаюсь работать на аудиторию младше чем 35 лет но им это не надо им нужен какой-то тренд вот именно тренд я сделал также трек в деревне потому что посмотрел что про деревню никто не поет я думаю почему по деревне не поет упорозил забавились на нас про дискотеку последняя одна из таких популярных про деревню и деревню беликов пел сам себя считаю такую да вот я сделал такую же тематику что девушка жила в деревне потом просто уехала в москву и забыла про человека кто был всегда на постоянно рядом опять же измена опять же предательство сути но это здорово потому что ведь действительно если сейчас посмотреть как вы говорите на тренды и на исполнители которые вот что-то там шепчут и что-то пропевают как правило это какое-то холодное такое да вроде тоже про чувство ты да вот вроде но какой-то холодный такой голос холодно нету там какого-то горячего отношения и неважно по темпу быстро динамичное произведение или какой-то очень медленное так далее между прочим в те самые 90 примерно в 97 году по моему неожиданно стартовал проект на одном из каналов посвященные ретро музыки как раз восьмидесятых почему как раз потому что посчитали что вот 90 это зарабатывание денег это малиновые пиджаки это еще вот это все было да и некоторые говорят а вот восьмидесятых там про любовь пели как-то по-настоящему какие-то добрые слова а сейчас как бы ну эпоха была всевозможных жриц любви и так далее а получается сейчас мы возвращаемся в 90 потому что даже в девяностых были какие-то чувственные слова и люди находили в этих песнях для себя свое отражение раньше можно песню было послушать и понять о чем песня что пытается исполнитель преподнести сейчас непонятно сейчас ты любую современную песню послушаешь ты не поймешь о чем песня но запомнишь определенные там 5-10 слов которые встанут трендом но это даже программа пошли залетая в тренды где выходит участник поет красиво там диапазон в четыре октавы великолепно играет голосом но ему говорят нет это не тренд до свидания круто поешь крутая песня но она не трендовый тренд это на слуху но это программинг должен быть так как собственно говоря что такое любое телевидение радио если говорить о традиционных сми это некий программинг который выстраивает и заставляет тебя под него подстраиваться если ты хочешь быть показан по телевизору новые медиа это совсем другое социальные сети и так далее здесь можно неожиданно до отойти от правил но там свои правила начинающим сплошной круговорот и вот тут возникает вопрос все таки вот на ваш проект уже довольно известны и набирает обороты я думаю что скоро будет уже тимофеев и кто-то маленькими буквы уже есть да вообще большими со супер большими светящимися такими еще да как у филиппа геркорова который любит чтобы все было большое а вот музыкальные всевозможные конкурсы мы же следим за ними они разные то есть выстраиваются есть и что-нибудь там с шансоном связано где такое есть какие-то дуэты уже есть но скоро будет просто с улицы брать кого-то не хотите спеть у нас что-нибудь попробовать вот как вы к этому относитесь и нужно ли сегодня молодому начинающему или уже довольно известному человеку участвовать в таких конкурс что многие люди исчезают куда-то после них их нет ну если честно что сейчас какие вот идут конкурсы там не смысл для себя это не мое потому что он даже залетать в тренды и так считаю что у меня тренда нет мой тренд это просто вернуть 90 никому не интересен из тех кто сидит например там в жюри ну то есть это совершенно не то а многим поколению вот на молодому поколению но это круто он вышел с какой-то песней я понимаю что это как бы не мой вкус мне такое не нравится но вот он споет и дальше ему дает хороший пиар после этого но сейчас как артисты поможет одну песню спеть в таком шоу а потом давать концерты с этой песней которая стала типа топовая для него и записать 10 своих которые не будет интересны но концертная программа 45-минутная готова пожалуйста на 100 так было всегда отель калифорния например всегда вы знаете много песен и голос кроме отель калифорния да вот так и есть но мы подходим к финалу тем не менее вот такой вопрос когда вы сегодня приходит вам голову какие-то не знаю строчки музыка ну какие-то образы это по-прежнему что-то связанное с человеком то есть вы как бы ваш месседж основной это человеческие чувства но это стал уже если честно как имидж то есть я пою про разбитую любовь про предательство про боль про измену по неверно хорошую любовь песню не зашли пел что пел на пел вообще что все было круто все было хорошо моя аудитория просто отвернулась от этой песни и через час уже писала когда будет следующая и тогда мы с вами продолжаем технически это происходит очень просто людям нужен конфликт да доходите в театр мама нормальный папа нормальные дети не наркоманы учатся хорошо и все себя думают 15 минут прошло за что уплачены деньги где конфликт вот что интересно в лице андрея тимофеева мы сталкиваемся с человеком вот из тех 90-х годов но как бы с правильной версии я сейчас объясню то есть это с одной стороны про чувство ну неважно про разлуку люди любят себя пожалеть вряд ли они там вы слушаете песни горит я был неправ хотя и такое может быть с другой стороны вы четко просчитываете что когда выпустить и так далее то есть такой соединение творческого подхода и коммерческого это большая редкость это если у вас это получится и стала работа просто основная раньше это было хобби сейчас это основная работа если это получается то я уверен что будет все и будет то с чего мы начинали дом и может быть не один один в москве а один еще и в люберцах и санкт-петербург и санкт-петербург родинах да где не живут там дом но надо знаете как говорили про жванецкий мне в интервью сказал приосифа давидовича кобзона это ж надо так петь вот в этом весь такой смысл мы желаем вам творческих и не творческих личных человеческих успехов оставаться я чувствую такой напор идет это очень хорошо вот искать продолжать искать себя расширять свой жанр ну и дарить вот то что людям больше всего нужно если после ваших песен кто-то всплакнул или на секунду задумался это значит вы попали в самое сердце какой тут даже на представляю лучше возвращают своих любимых после моих песен возвращают строят дальше отношения прощают большие ошибки поэтому хотите вернуть своего любимого слушайте треки тимофеев это была программа открытый диалог андрей тимофеев певец который продолжает работать для вас заходите ищите сейчас нетрудно найти послушать да я думаю что вы знаете мы желаем вам всего спасибо огромное спасибо что пригласили вот это была программа открытый диалог был с вами николай пивненко до свидания андрей тимофеев андрей тимофеев Редактор субтитров А.Семкин